Продажа шариков, прокат роликов и еще много разных видов заработка перепробовал для себя Олег Лазарев. Для того, чтобы, как говорится, встать на ноги, современный бизнесмен потратил большое количество времени и сил. Но найти свое дело Олег все-таки смог. И случилось это в 2005 году. В одном из торговых центров Благовещенска он основал рекламную радиослужбу. Я начинал с принципа «мне нужно было найти ту нишу, которая не занята». То есть я себе задал этот вопрос и я ее искал. То есть всегда есть места, всегда есть дела, которым можно приложить усилия и добиться. То есть самое главное – это ты человек. Как Олег сам себя называет, он человек разносторонний и мобильный. Поэтому пытается реализовать себя еще в нескольких делах одновременно. Имея в голове при этом еще парочку дополнительных идей. По словам нашего героя, вести бизнес сегодня не так уж и просто. Особенно, когда ты только начинаешь. То есть ты собираешь пакет документов, отдаешь их на согласование. То есть несешь какие-то затраты и т.д. и т.п. Получить результат гарантирован. То, что тебе дадут разрешение или не дадут. Хотя ты знаешь, что ниша не закрыта, там нет никого. Это вот бабка надо, я сказала. Дадут, не дадут. Причем объективных причин для этого нет. Наш следующий герой – Сергей Буянов. Бизнесмен старой закалки. В начале 90-х годов, попав под сокращение в ЖКХ, которому он отдал 26 лет, Сергей Валентинович начал возить с Китая одеяло и сахар, успешно реализовывая их здесь. Кстати, впервые китайские яблоки и груши в Благовещенск, по его словам, были привезены тоже именно им. В Поднебесную же Сергей продавал заводскую технику, получая свои проценты. Далее им были открыты магазины, кафе и рестораны. В 90-е, значит, когда началось, не было ни законодательной базы, ни механизмов никаких не было. Делай все, что хочешь. И так и делали. Все, что кто хотел, тот и делал. Кто хотел заработать, тот заработал. Кто не хотел, тот пропил. Это же является и минусом. Почему? Потому что не было никакой стабильности. По словам юристов, на сегодняшний день государство создало достаточно плодотворную почву для построения собственного дела. Например, молодые предприниматели могут воспользоваться государственными субсидиями. То есть предполагается, что предприниматель вложил деньги, и поскольку его бизнес очень нужен этой территории, то вот тогда государство ему возмещает затраты, субсидирует. Я считаю, поддержка в 300 тысяч – это серьезная поддержка. Это 10 тысяч долларов на сегодняшний день. Также до 300 тысяч могут получить предприниматели, которым еще нет 30 лет. Или, к примеру, военнослужащие в запасе. Проблема в том, что, взяв субсидию, вы обязаны будете продержать на плаву свое дело в течение трех лет. В противном случае вам придется вернуть эти деньги обратно в государство. Александр Марченко, Иван Сюмак, Апельсиновое утро.